Всем привет! С вами снова я, Настя. И да, это видео про сериалы. Прошло столько времени, и я наконец-то собралась с мыслями, решила снять, показать, рассказать вам, что я смотрела, что мне понравилось. Начнем, наверное, с первого сериала. Он уже вышел полностью. Это первый сезон. Снимает, по-моему, уже второй сезон. Он называется «Сорви голова». Это из серии Marvel. Честно, я не фанат данных сериалов. Я смотрела «Агенты щит», но мне что-то как-то не очень понравилось. А «Сорви голова» мне понравился сам персонаж. Соответственно, это более реальный человек, без супер таких способностей, просто с хорошим слухом. И он, все-таки, не знаю, как-то привлекает в себе намного больше, более приятный для простого человека. Этот сериал быстро перевели. На самом деле, он вышел вообще очень-очень рано. Там, наверное, вышло серии сразу 12, по-моему, на английском. И потом их быстро перевели. Я смотрела в основном с субтитрами. Второй сериал. Сериал называется «Humans. Люди». Это про роботу, скажем так, синтетики, которые выглядят в точности как люди. Также они имеют определенные функции, которые, скажем так, непристойные, с ограничением 18+, которые можно, в принципе, выполнять с данным синтетиком. Дело в том, что была группа синтетиков, которая испытывает такие же чувства, как и мы с вами. То бишь, они не совсем прям люди, но так, в принципе, их даже нельзя отличить. У них есть свой разум, свои чувства, эмоции, что свойственно любому человеку. Мне понравился данный сериал. Он немножко, чуть-чуть мне не хватило такой искры. Он немного для меня сыроват в плане того, что, когда ты его смотришь, у тебя возникает чувство какой-то тоски. Следующий сериал называется «Восьмое чувство». Этот сериал абсолютно затягивает, намного ярче, чем, допустим, у «Humans». Этот сериал рассказывает о восьми человеках, которые взаимосвязаны между собой. Они, скажем так, это то же самое, что переселение душ в определенные моменты. Также мне понравился актерский состав. Если вы смотрели «Облачный атлас», то вы видели актрису Кориенку. Соответственно, она как раз в этом же сериале. Все персонажи абсолютно разные, за самими характерами. Также есть и русские, и американцы. Очень-очень разбросан по всем странам именно вот этот контингент людей. Сериал, он, не знаю, если вставить по десятибалльной шкале, он все десять баллов. По-моему, сейчас снимают уже второй сезон. Я надеюсь, что будет продолжение, потому что оно стоит того. Вот правда. И с последнего, что смотрела, он самый такой яркий для меня был. Также я сейчас смотрю сериал, точнее, смотрела уже сериал «Волчонок». Почему я его начала смотреть? Потому что всем он нравился. Я в тот момент не стала смотреть. Мне показалось, что это какая-нибудь такая тенейджерская ерунда. И он не достоин особого внимания. Не знаю, просто я, по-моему, про него говорила, но так вкратце. На данный момент, честно скажу, последний сериал немножко меня подогречил. Слегка. Но так, так. Твердая четверочка. И на самом деле, в первый сезон я тащилась не от Стайлза, не от Скотта. Нет, нет, что, Дерек. Вот это да, вот это вот мощь. Но со временем, да, уже когда смотришь сериал сезона второй-третий, то проникаешься уже как бы к Стайлзу, к его персонажу. Единственное, меня все огорчает. Когда же, блин, у него появятся нормальные суперспособности? Кто-нибудь цапните его уже хорошенечко за ногу, или за руку, чтобы он превратился тоже в волка оборотня. А то как-то, знаете, то его кусают, там тут дух в него вселяется. А, блин, спойлер. То его цапают, но ничего не происходит. Поэтому я очень надеюсь, что у него появятся какие-то особенные способности. Конечно, я понимаю, что это определенная фишка, что среди всех паранормальных всегда должен быть какой-то адекватный обычный человек. Но я хотела бы, чтобы продюсеры все-таки как-то взялись за данного героя и подарили ему силу. Последний сериал, который я посмотрела, это сериал называется «Крик», «Скрим». Он от MTV. На самом деле, многим он, ну как, двойственно по сравнению с фильмом. Кто смотрел фильм, кто смотрел сериал. Режиссеры обещали, сценаристы, что будет отличаться от фильма. Честно скажу, по просмотру первых-вторых серий у меня уже была докатка, кто убийца. И, блин, я угадала. Абсолютно угадала. Единственный нюанс, там не совсем как бы один человек. Там растянули с тем-то, что может быть несколько. Ну, так всегда, когда ты думаешь, там один маньяк, а их оказывается двое. Правда, скажу, немного, конечно, огорчили. Немножко. Но так, в принципе, по сюжету отличается уже от «Крика». Сам главный герой-злодей. Его история мне понравилась. Интригующе, интригующе. И все-таки, знаете, когда вы смотрите этот сериал, у вас недоверие ко многим из героев. Ты начинаешь сомневаться в них. Но при этом надеешься, что, о господи, хоть бы это был не он, хоть бы он был хорошим. Поэтому данному сериалу я бы, наверное, поставила семерочку по десятибальной шкале. Потому что, ну, немножко предсказуемо было именно с концовкой в плане того, кто окажется убийцей. Мы с братом очень быстро догадались. Поэтому я ждала последнюю серию, чтобы узнать наверняка. Обещаю, второй сезон. Я очень жду. Также из новинок, но они еще не вышли. Я ожидаю сериал «Королева Крика». И также «Американскую историю ужасов». И продолжение «Милых обмачиц». Потому что, как вы знаете, мы узнали, кто Эй. Блин, подстава, конечно. Немного там замудрели. Но все равно. Мне понравилось. Начинаешь сочувствовать. Так что, если вы не смотрели последний сезончик, пожалуйста, смотрите «Милых обмачиц». Там очень интересно. На этом, пожалуй, все. Я побежала снимать видео дальше. Всех люблю, всех целую. И да, такое чувство, что я попрямилась. Ну, ничего. Всем пока. С вами снова была я, Настя. Для некоторых Лису Джин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Как только выйдут новые сериалы, новое видео будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok